Когда ты тратишь свое время впустую в своей жизни, даже в рабочем процессе, то это все тебя ведет к тому, что ты будешь несчастным. Даже если ты хрупкая маленькая девочка, ну девушка, все равно нельзя себя жалеть. Только закрыл кредит, и ты хочешь взять следующий, это вот именно сознание, которое ведет к внутренней бедности. Ты все время, тебе что-то не хватает, все время надо, надо еще, а ты на это еще не достиг и не способен, а может быть вообще никогда не достигнешь. Ребята, всем привет! С вами я, Филипп Захаров, канал «Свадьба 4 сезона». И сегодня мы с вами поговорим на актуальную тему, называться видео будет «Сознание бедности». Что такое бедность, в чем она выражается, какие факторы и какое поведение, и какие, скажем так, психотипы поведения приводят человека к бедности, что человек считает себя бедным и несчастным. Давайте начнем с основного понятия, что такое бедность. Ну, вот можно подумать, что бедность – это отсутствие определенного количества денежных средств. Вот видео не об этом. Сознание бедности – это немножко другое. Это то, что находится у нас в голове, как человек воспринимает то, что у него есть, как человек относится к окружающим его факторам. И в итоге он живет либо бедной жизнью, либо живет богатой полноценной жизнью. И причем деньги и количество денег не напрямую влияют на богатую полноценную жизнь, а влияет именно сознание. Какой первый фактор говорит о том, что у вас бедное мышление? Первый фактор – это образ, скажем так, поиска работы. Это когда человек ищет работу только ради денег и заработка, не задумываясь о том, что любимое это дело или нелюбимое это дело. Кстати, вот у нас в прошлом видео у меня Коля спросил. Два выбора перед тобой – высокооплачиваемая работа, которую ты ненавидишь, или низкооплачиваемая работа, на которую ты идешь с улыбкой. Я пойду на низкооплачиваемую работу, но я там буду расти, добиваться, и буду там много зарабатывать. И вот когда человек только деньгами руководствуется, в итоге он переходит на, скажем так, на сторону бедности, потому что деньги, они не могут сделать человека богатым и счастливым, если вот здесь вот человек несчастен и недоволен тем, чем он занимается. Это очень важный момент. Надо все-таки любить свою работу и стараться искать себе дело, которое будет реально тебе по душе. Ну и очень хорошо, если это дело будет приносить пользу другим людям. Это очень важный момент. А если вот человек попал в безвыходное положение, например, потерял работу? Ну понятно, что бывают ситуации, когда, действительно правильно ты говоришь, безвыходные ситуации. Ну понятно, что ты идешь, вот я по такой ситуации попал в жизни, допустим, я вот учился в институте, женился, и я пошел работать дворником. Безвыходной ситуации у меня не было вариантов, мне нужно было просто… Я эту работу выбрал не из-за денег, понятно, что дворник – это не денежная работа. Я эту работу выбрал из-за графика, который мне позволял учиться и работать. Но это было временно, это было на самом деле очень тяжело психологически. Ну, конечно, психологически, потому что сама работа такая низшего уровня Но, тем не менее, это временный фактор Я дальше по этому пути не пошел То есть, если бы сейчас мне предложили Или потом мне предложили бы работу, где я бы работал сутки трое Да, у меня трое суток свободно Сколько времени вообще, можно балдеть, ничего не делать Нет, я такую работу не выбрал, потому что Это, ну, не любимое дело Это просто протрата своего времени впустую Это неправильно Когда ты тратишь свое время впустую в своей жизни Даже в рабочем процессе То это все тебя ведет к тому, что ты будешь несчастным А бедный человек всегда несчастен? В том-то и дело, что в нашем понимании бедный человек – это деньги Человек, у которого мало денег, но это не значит, что он несчастен А вот я сейчас рассказываю о том, что бедный человек – это человек, который недоволен тем, что у него есть Который неправильно принимает решения по жизни Неправильно руководствуется какими-то целями, там, факторами И за счет этого он становится бедным вот здесь Он мучается Знаешь, как говорят, вот он бедный, несчастный Вот это вот, да, вот бедный, несчастный Да, то есть получается не денежный вопрос, а именно вопрос, что человек несчастен То есть можно быть богатым и без денег? Без денег счастливым всегда можно стать, песня такая есть Конечно, сейчас все пусимы скажут, да ладно, без денег нельзя стать счастливым Ну, понятно, что деньги нужны, но это не самый основополагающий фактор Ведь людей много на свете, да, но и не все люди обладают там достаточным количеством денег Но это не значит, что они все несчастные Это значит, что люди могут находить счастье и кайф от жизни совершенно в другом, не в деньгах Ну, вот как раз мы сейчас поговорили, бедный и несчастный Второй фактор, это, значит, такая привычка жалеть себя И вот это вот говорить, ах, какой я бедный и несчастный Выпячивать вот это вот свое несчастье и жалеть себя Вот если человек жалеет себя, все, он уже пошел Он все время будет вот в этом русле идти Что вот все вокруг виноваты, а я вот бедный и несчастный Из-за того, что вот что-то там вокруг происходит не так Кому-то везет, а мне вот все время не везет И если человек это выпячивает, другим рассказывает, то это тоже его приведет в итоге к тому, что он перейдет вот в этот фактор, который будет сковывать, и он все равно никогда из этого больше потом не вырвется. Вот этот образ мышления просто надо убирать. Как у меня в одном видео есть, если ты устал, ляг и умри. Нечего себя жалеть. Что такое? Если ты себя жалеешь, все, ты проиграл. Вот это убрать. То есть жалеть себя ни в каких вообще случаях не полезно? Вообще ни в каком случае. Даже если ты хрупкая маленькая девочка, ну девушка, все равно нельзя себя жалеть. Понимаешь? Уж мужику-то вообще-то даже не о чем разговаривать. Просто я говорю, если ты себя жалеешь, все, ляг и умри. Или иди борись дальше. Все, вариантов нет. А сопли на кулак наматывать не надо. А вот если реально какое-то горе, например, тяжелая ситуация? И тут не то, что ты ноешь по жизни, а вот реально что случилось? Ну вот правильно ты сказала, ноешь по жизни. Да, понятно, что у людей бывают разные ситуации. Бывает горе, несчастье, бывают проблемы какие-то со здоровьем. И в этот момент, конечно, человек находится, скажем так, в угнетенном состоянии. Но опять же, все равно можно себя жалеть. А можно иметь стержень внутри и понимать, что так сложились обстоятельства. И пытаться идти дальше. Не дай бог, чтобы таких не было ситуаций. То есть мы сейчас все-таки говорим не о крайностях каких-то, когда действительно что-то произошло. Какая-то может быть катастрофа или авария. Это все очень, конечно, сложно. На эти темы вообще очень тяжело разговаривать. Мы говорим именно о текущей жизни, когда нету таких резких вспышек. А вот просто идет жизнь изо дня в день. Работа, транспорт, машина, дом. Понимаешь, одно и то же. А в итоге люди, которые неправильно мыслят, они начинают себя жалеть. Говорят, что другие во всем виноваты. Что вот у меня не получается продвинуться по карельной лестнице, потому что вот он там чей-то родственник его продвигает. Как только начинаешь об этом думать, все в таком ключе все и будет развиваться. Нужно просто верить в себя, что ли. Филипп, а были эти ситуации, когда ты ловил себя на мысли, что сейчас ты себя жалеешь? Да, были. Я понимаю, что это неправильно. Я сейчас сказал только, что так нельзя делать. Мне кажется, может быть, минут 15-20 было. Потом тут нужно как-то или переключиться. Лучше всего это лечь спать. Потом, когда остаешься свежей головой, ты понимаешь, что нечего разводить. Там сопли. Нужно все-таки собраться и бороться. Что делать еще, если тяжелая ситуация? Бороться. А что это была за ситуация, как ты из нее вышел? Вот если смотреть так вот, уже оглядываясь назад, снаружи на эту ситуацию, может быть, она и там яйца выделила не стоила, но ты начинаешь, находясь в этом замкнутом круге, каком-то депрессивном, псевдо-депрессии, вот эта вот жалость к себе, и вот все не получается, и со всех сторон наваливается, и ты начинаешь как бы вот это вот жевать, жевать, жевать эту тему. Только хуже, как вот, знаешь, не то что замкнутый, круг, а как будто он еще и сужается, этот круг у себя. И вот сейчас вот мне, я говорю, в каком-то видео я рассказывал, почему у нас ферма появилась. Постоянная конкуренция в городе, постоянный стресс, постоянная борьба за деньги, за объемы, за работу. Ну, реально психику подсаживается. И потом, когда вот у нас появилась первая корова, вот почему она появилась, то, что, видимо, мне было это необходимо, чтобы просто с ума не сойти от работы, да? Ты приезжаешь, ты смотришь на вот это неторопливое течение жизни, ты понимаешь, что на самом деле жизнь-то это не обязательно должна быть бесконечная гонка, как белка в колесе, а это, на самом деле, может быть неторопливый, спокойный процесс, самое главное, спокойный. Тоже будет результат. Не надо обязательно подпрыгивать всю жизнь. Вот корова, она сегодня есть, солнце и трава, вообще кайф. Сегодня есть еда и тепло, вода, тоже хорошо. И вот она не торопясь живет, живет. И ты понимаешь, что, может быть, на некоторые вещи надо чуть-чуть попроще смотреть и поменьше бежать. Вот так вот, скажем так. И вот, наверное, я из этих тяжелых ситуаций вышел при помощи фермы. В итоге потом все это приросло в усадьбу. И сейчас, как бы, я надеюсь, что вот эта вот система, она помогает другим людям, тоже, горожанам приехать сюда и все-таки вот как-то себя перезагрузить, перезапустить. Может быть, даже люди, ну, неосознанно, да? Тоже, я же неосознанно там корову покупал. Я не понимал, что для чего это делают. То есть я понимал, что мне почему-то хочется, но потом я понял, что мне это дало, чем помогло. И люди, я надеюсь, так же приезжают, пообщавшись с животными, перезагружаются и немножко себя перезапускают. И надеюсь, что это помогает людям. Третий фактор – это обвинять в других своих бедах. И вот эта вот зависть к людям, которые чего-то достигли. Человек едет на крутой машине, да, допустим, про него, а вот он там наворовал, понимаешь, да он там, да он козел, да ну вот это оскорбление за глаза. Понимаешь, когда в глаза человек никогда тебе это не скажет, а за глаза будет думать, что ты там наворовал, ты там несправедливо получил, тебе кто-то дал, ты мажор, там еще что-то. Вот это вот кажется, что человек вот это наговорил, на кого-то выплеснул это говно, ну так и скажем, как и есть, да, и вроде бы как будто бы он такой стал, себя обелил. На самом деле вот это сформировало такую вот негативную историю, и она у тебя только в голове осталась, эта негативная история. И этот человек себя, опять же, загоняет вот в эту бедность эмоциональную, думая, что другие какие-то плохие, вот они там, ни за что им все досталось. Получается, что человек не способен проанализировать себя и свои шипки. Так а если вот в окружении реально есть какой-то мажор, которому вот все досталось от родителей? Ну и что? И что, это плохо? У него плохие родители или что? Зачем на это смотреть вообще? Да, и зачем этому завидовать или там осуждать? Слушай, ну вот у тебя будут дети, допустим, да, и будет возможность ребенку обеспечить хорошую там квартиру, там или там, ну ты вот достигнешь. Ну что ты этого не сделаешь? Это нормально. Вопрос воспитания, как бы, да, человека. Материально это одно, а вопрос, каким человеком воспитать, это уже там вопрос родителей, да, допустим. Ну это никак не вопрос именно финансовых там достижений, скажем. Ну вот человек едет на Гелендвагене, такой суровый в кожанке, он что про него думать? Ну нормально же очевидно. Знаешь, вот все в твоей голове, как вот ты будешь думать, вот такой он для тебя и будет. Это один человек, потом ты будешь про второго так думать, про третьего, ну не ты, а мы предполагаем, да, какого-то человека, вот. И у него вокруг всегда будут вот эти вот негодяи, на всех людей он будет смотреть с этой вот призмы. А на самом деле есть два варианта, либо не думать об этих людях, ну едет и едет, и что, понимаешь? Ну и во-вторых, я думаю, нужно просто проанализировать и для себя поставить какие-то задачи, если, да, есть такое острое желание, ты увидел эту машину там или увидел какую-то материальную ценность или какое-то достижение, там, карьерный рост, проанализировать, что для этого надо сделать, какие нам предпринять шаги и лучше всего, конечно, если ты видишь большую цель, понять, какой нужно сделать первый шаг. Знаете, есть такая поговорка «самый длинный путь начинается с первого шага». И поэтому надо просто сделать этот первый шаг, понять, куда его делать, в каком направлении, и уже потом двигаться, а не думать о том, что все негодяи, вот они наворовали, а у меня никогда ничего не получится. Ну тогда и не получится никогда, конечно. А какой следующий фактор? Привычка экономить на образовании, на своем развитии и на путешествиях. Вот тут есть такая штука парадоксальная, да? Кажется, что, ну, при чем здесь путешествие? Ну, понятно, там, учиться надо вроде бы как, хотя тоже это такие крайности есть. Есть люди, которые всю жизнь учатся, понимаешь, они думают, что я сейчас эти курсы пройду, еще образование, это не помогает. Тут надо, конечно, баланс ловить лишнее, не залазить в это обучение, то есть, может быть, лучше учиться на практике, да, ну, где-то повышать свою квалификацию. Вот смотри, получается, вот то, что я сказал, допустим, экономить на образовании, это не значит, что надо какие-то постоянно курсы покупать и непонятно какую-то информацию себе в голову загружать. Тут задача именно не стоять на месте, не зацикливаться на том, что ты достиг, и не развиваться дальше. Сознание бедности, когда у тебя что-то есть, и все, мне больше ничего не надо, все, я приехал. Понимаешь, нет, надо постоянно пытаться двигаться дальше. Это, знаешь, это как велосипед. Ты не можешь остановиться, если ты остановишься, ты упадешь. Поэтому надо просто ехать дальше. Если будешь медленно ехать, тебя будет все время качать. Надо, короче, надо крутить педали, ехать дальше, развиваться, и тогда ты будешь открывать новые, новые, новые горизонты. А почему нельзя экономить на путешествиях? Само путешествие, допустим, можно вложить какой-то бюджет, но именно вот количество путешествий и поездок надо стараться не сокращать. Во-первых, это очень сильный, значит, такой сильный такой импульс для мозга. Ну, как я считаю, как вот я вижу по себе, это, во-первых, перезагрузка. Ты отключаешься от этого круга, в котором ты привык крутиться, ты крутишься, крутишься, и немножко у тебя угол зрения все время один и тот же. Когда ты уезжаешь, отдыхаешь, перезагружаешься, может какая-то новая мысль прийти, можешь по-другому взглянуть на какие-то ситуации, и плюс у тебя появляется мотивация, ты хочешь ездить дальше, ты смотришь, как живут там другие люди, ты начинаешь на них смотреть, у тебя появляются новые цели, новые задачи, и вот эта самая мотивация внутренняя, она в дальнейшем даст возможность и на работе прогрессировать и развиваться. Все путешественники, вот он вечно где-то ездит? Да, вот как все время получается, ты все время задаешь вопросы, я тоже прихожу к тому выводу, что во всем нужен баланс, нельзя переходить вот эту грань, когда, знаешь, что здесь, когдаешь квартиру за 300 долларов и живешь на гла, там смотришь на океан и считаешь, что ты что-то там достиг жизни. Да, это, наверное, тоже какой-то неправильный путь, хотя, может быть, в каком-то период жизни, может быть, для кого-то это правильно. Вот все-таки это, наверное, уже не движение вперед, это остановился, то есть раз встал и развалился. И мне кажется, потом дальше начать двигаться и что-то куда-то продвигаться очень сложно. Поэтому баланс. Нельзя все время отдыхать и нельзя вообще не отдыхать. То есть надо все-таки искать золотую середину, как во всем нашим жизням. Пятый фактор – это такая привычка немедленно тратить все лишние деньги. То есть вот у тебя появилась какая-то сумма, ну, бывает, может быть, премия, может быть, повезло, может быть, что-то где-то сэкономил. Ну, то есть что-то купил со скидкой, у тебя появились лишние средства и сразу их надо потратить немедленно. То есть мозг так работает, есть деньги, надо от них избавиться. Не совсем это правильно. Обычно всегда это уходит в пустоту. Лучше просто взять эти деньги и потратить на путешествие, в конце концов. Да, ну, не то, что сразу взять, купить себе какие-нибудь там новые штаны, там, не знаю, новые диски на машину. Это все никакого развития. Это ходьба на месте. А куда одевать тогда лишние деньги? А вот мы назад вернемся, развитие и путешествия. Самые лучшие инвестиции – это инвестиции в себя. Но, опять же, не надо вот эти бесконечные курсы засирать голову себе. Может быть, вполне нужна информация и плюс еще слушать кого-то, чтобы тебя учили жить. Надо понимать, каким образом себя развивать. Может быть, саморазвитие, может быть, какая-то практика где-то в какой-то организации, зависит от того, чем ты занимаешься. Но, тем не менее, все равно средства надо все-таки тратить на себя. Но есть, скажем так, не то, что прям все средства тратить на себя, но всегда часть своего дохода тратить на свое развитие. Вот, наверное, так будет правильно всего. Получается, что когда появляется какой-то бонус, нужно все-таки, наверное, проанализировать, какие факторы к этому привели, что ты сделал для этого. И если были какие-то правильные шаги, то надо их зафиксировать и попробовать повторить, повторить, повторить. Ну, а потом, может быть, и развитие увеличить. Шестой фактор бедности – это оценивать все через призму денег и сетовать на то, что не по карману. Ну, то есть, грубо говоря, такой вот пример. Если ты идешь, допустим, по улице, видишь какие-то дорогие автомобили, и тебе в голове – вот, это мне не по карману, никогда не достигну. Видишь там какой-то бизнес-квартиру, думаешь, блин, вот там свет горит, а я никогда этого не добьюсь. И вот человек в итоге внутри становится беден, потому что он понимает, что у него ничего этого нет и ничего этого не будет. И вот это вот приводит к тому, что ты внутри становишься несчастным человеком, бедный и несчастный. Получается, тогда вот это сознание, оно приходит к тому, что у тебя руки опускаются, и вообще ничего не хочется делать, и в итоге ты ничего не делаешь, ничего не добиваешься. Давайте вот седьмой фактор – сознание бедности. Это привычка тратить деньги, чтобы развеять там скуку или чтобы поднять свой статус в глазах окружающих. Это такой вот классический пример. Это когда человек сидит с айфоном и с дошираком. Ну, грубо говоря, вот как я так выражаюсь, не по рыцарю кольчужкой. Скажем так, и траты, и какие-то вещи покупать, соответственно, со своим доходом, со своими достижениями, а не смотреть на окружающих, лишь бы вот они посмотрели на тебя и вот в их глазах казаться круче. А на самом деле потом тебе есть нечего. И в итоге все это приводит к восьмому фактору. Это когда люди привыкают жить непосредством и тратить денег больше, чем зарабатывают, загоняют себя в финансовую яму, берут кредиты там на какие-то вещи, которые, ну, не обязательно брать кредиты, например, там на какую-то технику, телевизор новый, там холодильник новый, не заработал на новый телевизор, смотри в старый. Вот все просто, понимаешь? Есть как бы там какие-то вещи, это здоровье и там жилье, например, да? Но никак не какая-то бытовая техника или телефон, который якобы лучше, чем тот телефон, который вышел год назад, заработал, купи, не заработал, не переходи в эту границу, когда ты будешь жить непосредством. Если живешь непосредством, все, ты никогда не вылезешь из этой ямы. И это, кстати, самый такой фактор, наверное, вот он восьмой, но он самый важный. И может быть, вот если с него начать изменить свое сознание, вот можно сразу уйти из сознания бедности, потому что вот вся финансовая экономическая система, которая вокруг нас выстроена, она как раз выстроена на то, чтобы человеку показать яркую картинку и заставить вот за эту яркую картинку, ну, в том или ином виде машины, телефон, часы и заставить человека жить ради этой картинки, жить непосредством, зайти в финансовую кабалу. Производитель доволен, а человек несчастен. И вот как идет запудривание мозгов. Тут один знакомый меня, ну, молодой парень, говорит, мы, значит, как-то разговаривали, я говорю, не бери кредиты на всякую фигню. Вот не надо, на телефон, ну, как вот сейчас говорил, на стиральную машину. Он говорит, да там не кредит, там беспроцентная рассрочка. Но это фикция, это обман, не бывает ничего беспроцентного. Ну, я не знаю, если кто-то сталкивался с этим, это все, скажем так, мишура, а она, по сути, в цену товара все уже заложена. И тогда просто вы купите этот товар дороже. Вот и все. И не надо заходить вот в эту финансовую кабалу, из которой потом крайне сложно вылезти. Крайне. Потому что у тебя становится сознание уже такое, ты привыкаешь так жить, ты только закрыл кредит, и ты хочешь взять следующий. Это вот именно сознание, которое ведет к внутренней бедности. Все время тебе чего-то не хватает, все время надо, надо еще, а ты на это еще не достиг и не способен. А может быть, вообще никогда не достигнешь. И в итоге эти люди чем заканчивают? Они у всех своих знакомых позанимали денег, под честное слово, со всеми в итоге знакомыми разругались, ни с кем не общаются. У меня такие, кстати, были знакомые, которые, ну вот хороший человек вроде бы, да, ты с ним общаешься, но он у одного занял, у второго занял, у третьего, он переходит эту границу, ему уже все, твои отношения, ты ему уже не нужен, он уже потерял контроль над финансовой ситуацией, все, и человек все теряет, и теряет людей, а это самое главное, что можно потерять, теряет доверие, но зато у него есть айфон. И вот в итоге вот этот человек, он попадает вот на этот круг, который мы сейчас обсуждали, да, сознание бедности, и идет по этим факторам прям подряд. Сначала он там винит всех окружающих в своих бедах, там потом негативно смотрит на людей, которые что-то заработали, достигли, потом, значит, там начинает экономить на собственном развитии и на путешествиях, зато у него есть коробочка черная новая этого года выпуска, потом он начинает, ну и дальше, дальше вот эти все факторы, он начинает идти по этому кругу и жить в этом кругу, это как снежный ком, из него выбраться очень сложно, внутри в голове начинается сознание того, что ты вот бедный и несчастный. Вот чтобы этого избежать, не нужно выходить на эту тропу, на эти факторы, но если уже чувствуешь, что что-то неправильно, допустим, ну вот мы сегодня обсуждали, ты меня спросил, у тебя был такой? Да, у меня тоже был такой, я такой же человек, как все, и я тоже совершал эти ошибки, где-то может быть что-то неправильно анализировал, смотрел, там впадал в какую-то депрессию, может быть, но нужно, зная, может быть, и понимая, что вот такие действия неправильные, попытаться сойти с этой спирали, не заходить дальше и все-таки постараться идти по, скажем так, правильному, светлому пути, быть самодостаточным и быть довольным тем, что у тебя есть, тем, что ты достиг и стараться достигать большего, и все. Если такой формат видео понравился, если были интересные факторы, обязательно ставьте лайк этому видео, мы проанализируем, мы будем дальше двигаться в том или ином направлении в наших съемках, но, конечно, мы не забудем ни про наших животных, ни про нашу стройку, ни про усадьбу, все эти видео будут дальше сниматься, и, по сути, наша усадьба, это как раз и есть то самое путешествие, на котором не стоит экономить, а стоит приехать нам в гости, перезагрузиться, взглянуть на жизнь другими глазами и, вернувшись в город, двинуться к новым достижениям, чего я всем нашим подписчикам и желаю. Поэтому подписывайтесь на наш канал, приезжайте к нам на усадьбу, бронируйте номера, мы будем рады всем гостям. В принципе, для этого и создана наша усадьба, чтобы здесь были люди, чтобы здесь был детский смех и положительные новые эмоции. Сегодня с вами был Филипп Захаров, канал Усадьба 4 сезона. Всем спасибо, пока, до новых встреч!